Всем привет, доброго времени суток, с вами Лёва Геймверс, и это коротенький мучительный обзор на игру Indie Visible, которую я не хотел делать и все-таки сделал. Игру мы прошли на стримах примерно за 22 часа, и это было немного нудно и изнурительно. И в этом обзоре вы увидите геймплей начальных уровней, расскажу о плюсах и минусах и о многом другом. Итак, начинаем. Поехали! Краткое описание игры. Релиз Indie Visible состоялся в 2019 году. Разработчик игры Lab Zero Games, а издатель 505 Games. Жанр игры это экшен-рбг, платформер с элементами метроидвании. Игра получила положительные отзывы критиков и игроков, которые высоко оценили её визуальный стиль, сюжет и персонажей. Игра доступна на различных платформах, таких как ПК, PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch. Мы проходили игру на ПК, на клавиатуре, с русскими субтитрами и английской озвучкой. Атмосфера и графика в игре. Indie Visible это красочная атмосферная игра, которая переносит нас в сказочный мир. Игра выполнена в 2D мультяшном стиле с использованием рисованной графики. Персонажи и мир игры детально проработаны, а анимация плавная и качественная. Графика в целом яркая, насыщенная цветами и хорошим задним динамическим фоном. Анимация персонажей и врагов плавная и детализированная. Сюжеты персонажа без спойлеров. Indie Visible рассказывает историю о молодой девушке, которая обладает способностью собирать в себя души других людей, засовывать их себе в мозг. Айна отправляется в путешествие, преодолевая препятствия и открывая новые места со своей историей и жителями. На пути Айны ее сопровождают различные персонажи, которые имеют свою уникальную историю и мотивацию. Персонажи игры хорошо прописаны и испытывают симпатию. Геймплей. Геймплей Indie Visible сочетает в себе платформер с элементами экшен, РПГ и метроидвании. Предстоит исследовать обширные уровни, сражаться с противниками, решать кололомки, проходить различные препятствия. В игре присутствует система комбо ударов, которая позволяет создавать эффектные комбинации. Также в игре есть возможность собирать в себя души других персонажей, которые имеют различные умения, оружие, приемы. Есть улучшатели в виде камней рекселов, которые разбросаны по миру, с помощью их можно улучшить защиту и количество комбо ударов. У Айны в процессе прохождения игры будут появляться особые способности, которые будут помогать ей проходить уровни. Звуковое сопровождение игры. Саундтрек в игре яркий и запоминающийся. Музыка подчеркивает атмосферу приключений. Звуковые эффекты идеально сочетаются с игровым процессом. Вот небольшой пример музыки и звуков в игре. Музыка подчеркивает атмосферу приключений. Плюсы и минусы. Плюсы. Уникальный стиль. Разнообразные персонажи и враги. Красивая, сочная, атмосферная графика. Отличное музыкальное сопровождение. Минусы. В некоторых моментах управление может показаться непростым. Да, есть перегруз по управлению в платформинге. Игра слишком продолжительная и кажется затянутая. Есть места с камерой с непонятными ракурсами. Карта в игре порой обманывает нарисованными проходами. Что очень некорректно для метроидвании. Не обдуманный бэктрекинг. Вот такие минусы в такой красочной игре, к сожалению, имеются. Вывод и мнение. Это игра, которую я не рекомендую абсолютно ни для кого. Ни для детей. Ни для семейного прохождения. Игра мне не зашла. Начало утомлять наполовине. А в конце вообще задушила. Так что вот. Игра не стоит, чтобы тратить на неё время. Так как она обманчива. И подкупает красивой, сочной картинкой. И типа вся такая няшная. Должна быть лёгкая. А по факту такой не является. Есть перегруз по управлению. Что я тоже указывал в минусах. И думаю, что даже на геймпаде могут возникнуть проблемы с управлением. Так как будут появляться различные способности. И будет перегруз на одну кнопку. И при комбинациях могут быть мисклики. Ошибочное сочетание нажатия. И так далее. Что будет мешать динамичному прохождению платформенных элементов. Это я говорю для большинства обычных игроков. Которые просто зашли поиграть в красивую игру. А не про тех других всяких. Которые наиграют в этой игре где-то под 500 часов. И конечно у них будет всё на автомате. И платформер, и паркурити. Так что всё такое вот. Вопрос. Зачем в такой красивой игре такие непонятные сложности. И ещё предупреждение. Для тех кто будет играть. Что вы можете её вообще не пройти вовсе. Так как странно к концу игры. Сложность паркура увеличивается как-то неадекватно. Прокачка персонажей не особо ощущается. От РПГ только циферки до уровни. Нету айтемов, каких-то вещей. Очень смахивает на какую-то однонажательскую игру. Да и всё. Так как много повседневных... Есть также много всяких повседневных, обыденных разговоров. Которых я бы урезал раза в три. Персонажей тоже можно было немножко уменьшить. И лучше проработать. Статические персонажи на задниках с тремя точками. Их так много, что читать их абсолютно не хочется. Бэктрекинг неадекватный. Типа доходишь до конца, а потом говорят, нам пора возвращаться назад. Так сделайте телепорт, да и всё. Как в Элденринге. Ты прошёл какой-то дань, какую-то пещеру. Там в конце телепорт стоит, ты взял, вернулся и всё. Зачем тебе пробегать это ещё по сто раз? Была бы игра просто линейной. Короче, по времени. Без всяких этих метроэдванческих элементов. Поменьше перегруза. И вот платформинг так резко ещё усложняется к концу. Зачем? Я не просто так говорю за платформинг и паркур всякий. Так как прошёл Марио, Донки Конга, Соника, Холлоу Найт. И с платформингом и паркуром адекватным знаком. Где в нормальных играх суперсложный платформинг. Он выносится в отдельный особый мир или специальные уровни. И не влияет на прохождение игры. И в тех играх круто иногда позалипать на этих супероблачных уровнях. И там можно тратить на прохождение уровня час, два, три. Вот так вот. И вдруг, если вдруг соберётесь и захотите поиграть в Indivisible. То конечно берите геймпад. Наслаждайтесь графоном, атмосферой, музыкой. И не вникайте ни в сюжет, ни в разговоры. Вот просто играйте по фану, бегите и всё. Ну ещё такая небольшая подсказочка. Камни улучшателя Рекселы лучше сразу тратить на защиту. Поможет в конце. Спасибо за просмотр. Надеюсь такой обзорчик понравился. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Всем до скорой встречи. Всем пока.